Ой, ещё светлая такая, смотрите, классная штучка. Рассматривала ещё вот такой вот. Сейчас я вам покажу детскую, какая она сейчас и как она преобразится с этим ковролином. Ну что, готовы? Всем доброго дня, мои хорошие! Я начинаю новый влог. У меня новый костюмчик, как видите, розовенький. Это Василёчек. Распаковочка будет или уже на канале. Зайдите на мой второй канал. Скорее всего, она уже есть, распаковка. Сейчас я... Что я делаю? Как раз-таки сняла Василёк и подумала, что можно одеть костюмчик этот яркий. Заметила, что мне идут... Я это видео как раз-таки говорю. Мне идут яркие розовые цвета, сочные какие-то. Они меня молодят. Недавно это пересматривала Рилсы в сторис. И там есть... Не Рилсы, а IGTV вот раньше было, да? И там есть, где я провожу прямой эфир. Вроде бы неплохо выгляжу. Такая вся там принарядилась при укладке. Но смотрю на себя каждый раз, когда натыкаюсь на это видео. Смотрю на себя какая-то я такая, знаете, как вдова какая-то такая, знаете. Прямо вот прям горе как будто у меня случилось. Я всё время думаю, блин, почему? Яркий свет. Видимо, вот я там в платье тёмном. Мне вот тёмные цвета вообще очень, очень не идут. То есть, если сравнивать какой-то такой розовый, сочный, жёлтенький какой-нибудь, нежный розовый, голубой. И какой-то такой, знаете, прям вот синий. Вообще не моё. Ну, чёрный ещё. Ну, опять же, смотря как сочетать, надо просто больше краситься. Надо лицо делать намного ярче. А я вот розовый одела, и всё, и ничего не надо вообще делать. Ты уже сочная малинка. Картинка. Короче, такие дела. Вот я сейчас настроение себе делаю яркими цветами. Сейчас снимала видео, потом вытащила вещи, уже перебрала обувь, потому что уже хочется надеть ботинки. Уже много вещей осенних покупаю, ботиночки хочется надеть. Вот, сапоги я хочу себе ещё прикупить. Ну, пока не рвусь, не бегу, потому что я знаю, что сапоги такое дело специфическое. Вот ботинки, оно под всё. А сапоги уже нет. А я не очень люблю ещё носить колготки, знаете, такое. Ну, короче, там свои нюансы, поэтому я не спешу и не бегу прям хочу, сапоги не могу. Не, просто чтобы были. Вот так. Какие-то модные базовые сапожки. Вот, ну, достала всю зимнюю обувь и достала зимние вещи, но ещё не разбирала. Просто у меня уже нет сил. Дома ничего нет готового из еды. Вот. А семью чем-то кормить надо. Поэтому я пойду сейчас... Рядом у нас здесь есть столовая. Ну, не столовая, а кафе. Это я так столовая называю, потому что там можно на вынос такую домашнюю еду брать. Поэтому пойду сейчас возьму какие-нибудь котлеточки, гарнирчик сварю. А вот котлеточки, что-нибудь такое, курник очень вкусный был в прошлый раз. Пойду куплю. Приду домой, я хочу поесть. Я просто ещё не ела. Ну, не, я позавтракала. Я, кстати, зуб сделала. Да, всё, наконец-то я сделала зуб. Отлично сделала. Вообще, девчонки, вот кто в Ростове, просто с любого конца города, если у вас нет своего доктора, я вам посоветую, к кому пойти. Напишите мне в директ. Не реклама, ничего. Просто я сама в шоке, что так классно, быстро делают всё. И мне кажется, цены очень даже приемлемые. Ну, даже дешевле я вам скажу, чем я в государственной делала. Я лечилась в государственной клинике заплатно. И я смотрю, что в частной у меня дешевле получается. И плюс там много всяких разных новых технологий. То есть вариантов для лечения много. То есть какой у вас кошелёк, так и сделаем, грубо говоря. Но мне показались цены очень приемлемые. И во много этапов мне делали мой зуб, мне поставили коронку. Ну, прям вот просто идеально, понимаете? Вот просто идеальная коронка. И он говорит, что у меня рядом зуб, там тоже говорит. Нужно разбирать, смотреть. Возможно, он тоже уже под коронку идёт. Вот. У меня здесь кариес на клыке, говорит, пока он живой, делай скорее. Так что я записалась уже на послезавтра, сделать кариес. Ой, короче говоря, зубы у меня такая, ну, вот такая вот проблема всю жизнь. Я всё время делаю. Очень быстро кариес получается. Вот. Так что стресса у меня ещё в ближайшее время. Причём, знаете, очень быстро всё делается. Не больно. Мне вот уколы даже не делали, пока делали зуб весь этот. Ничего не было больно. Вот мои психологические заморочки, они меня вводят в стресс. Мне вот страшно. Страшно. Сейчас что-то проглочу, чем-то подавлюсь. Что-то потечёт не туда. Я всё, перед тем, как идти к зубному, я хочу всё. Я хочу в туалет, я хочу есть, мне надо поспать, мне нужно выдышаться, мне нужно волосы, может, заплести. Ну, короче, у меня паника начинается, я еле-еле себя сдерживаю. Успокоительная только в путь. Ну, короче, в итоге оказывается, всё, как всегда, быстрее на деле, чем казалось, и всё не страшно. Вот. Так что, короче, я буду продолжать лечить свои зубки. Что ещё хотела сказать? Ну и всё. Сейчас пойду куплю еды. Я хочу покушать, и мне кажется, я уже ничего сегодня снимать не буду. у меня нет всех. Я одно видео сняла, и устала. Скиньте. А, ну плюс, пока ты там вот эти вещи все попрыгаешь, подостаёшь, и я всё убираю, убираю девочки в доме, а бардак всё не уходит, понимаете? Вот он не уходит, он вот всё, он есть и есть. Я только убрала вчера всё, вот я не убираю всю квартиру, это просто жесть убирать всю квартиру, я просто кухней занялась. Всё помыла, всё намыла, попылесосила, помыла полы, помыла диван. То есть всё сделала. Вечер. Я смотрю, срач. Да и мне достал игрушки какие-то, что-то поел, что-то бросил, я что-то поела, поставила, да, там подушки все принёс там с комнаты, короче, вот просто бардак какой-то. Не, в целом чисто, но всё валяется, опять надо убирать, это жесть какая-то. А я не такая, что я, знаете, сил у меня нет, я беру такая и начинаю убирать. Я доплевала, я пошла спать, смотреть сериал, отдыхать, и всё. И получается, я встаю, и оно всё набросано, а у меня куча всяких дел, и, короче, это вообще бесконечно. Это бесконечно. Я начала, кстати, узнавать уже, нашла контору, посоветовалась у нас тут в доме, кто есть. Ну, короче, какая-то клининговая компания мне посоветовали. Короче, генеральная уборка 6 тысяч стоит. Такая прям, ну, генеральная, но не входит туда мойка микроволновки, то есть это отдельно там от 300 рублей, по-моему, мойка микроволновки. Там холодильник разморозить, помыть, тоже, по-моему, где-то 700 рублей там стоит. Там окна отдельные, отдельно там тоже, ну, то есть это в генеральную уборку не входит, не входит, но основательно как бы. Плюс с ними можно заключить договор потом на поддержание чистоты. Вот. Но я уже почти что готова. Это, в принципе, приемлемые цены такие, да, ну, к примеру, я не знаю, пусть приедут, сделают один раз генеральную уборку, к примеру, да, а потом, может быть, там даже не, ну, раз в неделю, наверное, это часто, раз в две недели приезжают там, поддержание чистоты какой-то делают, да. Просто я же людей не оставлю тоже вот так вот без себя здесь. Получается, мне нужно присутствовать. Получается, что в день уборки я должна находиться здесь с посторонним человеком. Это как-то надо законнектиться. Ну, то есть, вот эти все моменты, они для меня такие сложные, а в итоге еще, ну, как бы, все вещи, в принципе, у каждой вещи должно быть свое место для того, чтобы приводить кого-то сюда убирать. Это вот моя больная тема. Я очень хочу человека, который будет мне помогать убирать и готовить еще такого бы хотела. Но, к сожалению, вот эта вот моя спонтанность, моя такая вот непостоянность, что я сегодня здесь, завтра там, мне может что-то стукнуть в голову, и как бы, и я вообще не люблю посторонних людей в доме, я не расслабляюсь, когда посторонние в доме. Вот. И, короче, вот это все мне сложно организовать очень сильно. У меня не у всех вещей есть места в доме, есть вещи, от которых нужно избавиться, на это нужно время, время очень тянется, потому что я быстро устаю, не делаю то, что я должна делать, просто у меня нет сил. Вот. И, короче говоря, и оно все тянется, тянется, такое, знаете, а просто, просто я представляю человека, который придет ко мне убирать. Ничего, у нас такой болтологический влог будет в этот раз. Потом подарки покажу. Они до сих пор стоят, мы с Данькой не разбирали подарки еще девочки. Он играет еще с подарками, которые подарили ему в день рождения, а вот пакеты стоят, я ему сказала, нет, давай, будет потом у тебя сюрприз, сейчас распаковывать их не надо. Сейчас скажу по поводу подарков, да, мы в этом влоге их распакуем. Я представляю, что приходит человек убирать ко мне и начинает у меня все спрашивать. Мне же мама иногда помогает убирать, ну, помогала, сейчас она редко приезжает ко мне по телефону, чисто с ней и на праздниках. Вот. А когда она приезжала, она с удовольствием что-нибудь, да, помочь мне убрать, но когда я дома, естественно, она постоянно спрашивает, а это куда поставить? А это где место? Или там какая-нибудь коробочка, которая как бы мешает, ее надо разобрать, соответственно, там много всяких деталей, она это может убрать на свой лад, но потом я буду искать и буду нервничать, что где это, соответственно, мне надо самой, а у меня нет времени, ну, нет времени у меня сейчас тратить на то, чтобы разобрать коробочку. На это, блин, уйдет 30 минут, час, это роскошь просто, столько времени иметь, сидеть, разбирать коробочку, у меня более глобальные планы, я творческий человек, мне нужно творить, вершить дела, какого хрена я должна сидеть разбирать какую-то коробочку, нахрен ее выкинуть просто, ну понятно, что не выкинуть, поэтому я начинаю нервничать, и вот придет ко мне новый человек и будет спрашивать у меня, а вот это вот куда, а вот это вот куда, то есть, как бы я с ней буду вместе убирать все это, я так понимаю, а к этому надо подготовиться, а к уборке я никогда не готова, и, короче говоря, я не знаю, как решить этот вопрос, эту дилемму, проблему, просто не знаю, вот реально, просто это моя больная тема, вот, ну знаете, что я контору уже нашла, в принципе, уже маленькие шажочки делаю, вот, по поводу подарков, Дэнке подарили железную дорогу, бабушка подарила, бабушка Надя, большую железную дорогу из Икеи, ему понравилось, он видел у Евсея, у брата своего, и тоже захотел, ну, не тоже, не тоже захотел, а просто все увидели, как ребенку нравится, и тоже решили сделать такой подарок ему на день рождения. я за, да, потому что к звезде, где он видит эту дорогу, такая деревянная, с паровозиком, ему нравится, он прям на ней залипает, этот паровозик, и тра-ля-ля. Сейчас холода начинается, и просто, чтобы он на полу играл, я не хочу, потому что на полу холодно. Я давно уже хочу какой-нибудь палас, или ковролинчик, ковролинчик бы хотела какой-нибудь. Во-первых, так и ребенку теплее будет, и в квартире уютнее, мне кажется, будет с ковролинчиком, да, или вот в паласе какой-то, не знаю, может быть, местами, ну, в комнате, в детской прям полностью хочется постелить. Вот, и ну, короче, проще, мне кажется. И я хочу уже тогда на ковролинчик ему вот эту вот игру выложить, и все, чтобы вот это сейчас не поднимать, не убирать, короче. Поняли? Я вся в запаре. Надо покушать. Мой лучок. Последние девочки. Теплые деньки, более-менее теплые. Настает холод уже скоро. Я чуть печалюсь, но с другой стороны новые шмотки. На ночь глядя приехали в Икеа. Ой, смотрите, какой классный чайничек, такой широкий, стильный. Сколько стоит? Всего 649 рублей. Пекольный. Интересная идея. Смотрите, доска такая, она не всякие. На крючках такие штуки крепятся. Интересная идея, да? Здесь могут быть какие-то что-то, мелочёвочка, крючочки, резиночки. Под них что-то можно. И всякие такие прищепочки, глянь. Да? Классно. Как-то её прикрепили. Интересно. Для книжки. Такая стоит штука. Вот эта прям штука. 3,249 по карте Икеа. Обычная цена 3,669. Как вам идейка? А вот это что такое? Что это за палка посередине? Давайте. Кувшин с крышкой. А, палка просто так, для красоты? Типа, стилистическая тема какая-то? Думаю, тогда, может, что-то засовывать можно. Тёмно-синий, прозрачно. Не, ничего особенного. Прикол. Розовый стаканчик. 79 рублей. Как же мне эти кружки нравятся, а? Красивые. Как будто ручной работы. 299 рублей. Вот классные подставочки. 349 рублей. Ммм, как вкусно, натурально пахнет. Вот вам идея для сервировочки. Красиво. Вот умеют же, да, вот дизайнеры, вот кто это всё выкладывает. Я бы и не додумалась. Слушайте, прикольная корзинка, такая мягенькая. 799 рублей. Для чего бы она могла служить? Вот здесь просто корзина, да? Для чего бы она могла служить? Не знаю даже. Для носков, например, или для трусов. Без ручек только бы, я бы убрала эти ручки. Уже второй такой фонарь, вижу, прикольненький. 699 рублей. Ой, подсвечник, такой. Классный. Тут так пахнет свечами. Вот этими штуками. А-а-а, какой аромат шикарный. М-м-м, вообще круто. Сколько такая пачка стоит? Нет. Не вижу цены. Чуть. А вот еще смотрите, какую штучку я нашла. И на самом деле, первый раз я такую штуку увидела в каком-то магазине дорогом. Она стоила сумасшедших денег. А здесь она стоит всего 999 рублей. Вот у кого мягкие такие вот штуки, да, вот так можно раз. И она не съезжает. И тверденькая. Сюда поставить стаканчик, поесть. О, еще светлая такая. Смотрите, классная штучка. Она может дешевле? Нет, так же все под дерево. Что это за игра, интересно, смотрите. Какие-то бумажечки здесь. Тут явно во что-то играли. Ценник на вот эту штуку. Это подкладка на стол. 45 на 65, 449 рублей. Мягкая, как будто из пробки. Заходишь вот так, как будто к кому-то домой. Черешенку можно у вас такую крупную, вкусную? Яблочки не настоящие. Ой, сколько вот жила в съемных квартирах. Вот такие вот панели. Индукционная варочная панель. Все время они какие-то глючные. Расскажите, как у вас? Какая у вас индукционная панель? И нравится вам, не глючит она? Сколько она у вас уже по времени? Интересно просто. Так, как интересненько всякие разные штучки. Ну, умеют же. Я реально восхищаюсь людьми, которые умеют и красиво одеваться, сочетать всякие стили, ткани и все такое, да? И вот, кто интерьером занимается, кто делает дизайн, это вообще, да, круто. Доброго денечка вам всем, мои хорошие девочки. Сегодня новый день. Меня сегодня с утра посетила Диафикс. Блин, игрушек много у малого, вещи у нас все есть, покупать ничего не надо. Хотела жилетку ему купить, в итоге уже холодно, уже жилетка вообще не актуальна, короче, я же говорю, это вот такие жилетки и какие-то демисезонные вещи, они вообще у нас вот здесь вот актуальны, очень маленькое количество времени. Поэтому я решила, у меня загорелась идея, я хочу Деньги постелить в комнату, первым делом ему в комнату ковролин, убрать там все, постелить ковролин и выложить ему вот эту вот новую игру с паровозиками, которую подарила бабушка Надя. Очень хочу, чтобы он в нее играл, ему нравится, просто я сейчас не вижу смысла даже вот ее разбирать, чтобы вот это вот на холодном полу он сидел. Не то, чтобы у нас холодно, у нас будет тепло, просто отопление мы еще не включаем, потому что не так сильно холодно, но в основном, короче, поняли, давно хочу ковролин, поэтому прям сегодня хочу поехать за ковролином, все же посчитала, померила и думаю, что как раз-таки вот эти деньги, которые на подарок Деньги пришли, вот я ему застелю в спальню ковролин, будет очень полезно и классно. Вот, наша мечта сбудется, я надеюсь, он там будет больше времени проводить в своей детской. Все, приехала в торговый центр, сейчас зайдем в Леруа и есть два варианта ковролина, которые мне нравятся, по цвету, один стоит 620 рублей, по-моему, за квадратный метр, а другой 390, и один чуть потолще, там 9 миллиметров, ну вот он и подороже, а другой 7 миллиметров, он чуть подешевле, короче, мне главное, чтобы мне понравилось по ощупь, и все такое, все померила, комнату померила, единственное, что надо заказывать доставку, и вот на когда все это привезут, а у меня загорелось все внутри, вот. Так, ну что, смотрите, какой ковролин мы выбрали, вот этот вот цвет, он такой прикольненький, светлый, с серым и каким-то холодным, бежевым, зависит от света, который падает, но мне показалось, что он самый прикольный из того, что мы могли выбрать. Берем 4 метра, в итоге, 4 метра, 4 на 4 получается, стоит он, вот, нет, вот оно, 700 рублей стоит, перуджо, серый, рассматривала еще вот такой вот, но его нету, 4 метра, он есть 3,5, еще раз, вообще изначально, я думала брать вот такой, за 6,20, вот, но он только по 2 метра, маленький, но решили все-таки брать цельным куском, и стелить цель на кусок, потому что здесь бы у меня посреди комнаты был бы стык, вот такие дела, в общем, сейчас иду оплачиваю на доставку, в общем, сейчас иду оплачиваю, потом на доставку, точнее, все в одном месте делается, и посмотрим сейчас, когда нам доставят, надеюсь, быстро. Ну что, мои хорошие, вернулась домой, короче, ждем завтра этот ковролин, немного они мне потрепали нервы, блин, идите туда, идите сюда, мы взяли длинные 4 метра, ну, много, короче, ковролин, 4 метра, и его складывать, ну, долго нельзя хранить в сложенном виде, я оформляю доставку, мне говорят, влезет у вас ковролин в этот, в лифт, я говорю, ну, только если сложить его, она говорит, ну, тогда я вам оформляю, если он влезет в лифт, я вам оформляю доставку 500 рублей, типа, ну, только скажите там ребятам, чтобы они его сложили, я иду обратно к этим ребятам, чтобы вы понимали, с одного конца Леруа в другой конец Леруа, вот это вот, еще ботиночки сегодня одела, в них жарко, короче, хожу уже, ноги, блин, горят, иду туда к ним, они мне начинают рассказывать, что они в принципе не складывают его, и везут только в целом виде, потому что там будут заломы, а должны они доставить в виде нормальном, я говорю, так а как вы 4 метра поднимите мне на этаж, короче, то, ну, я не поняла, в общем, мне оформили 500 рублей доставку, а дальше, я так поняла, они сами будут там рассказывать, как они будут поднимать, не поднимать, либо они сложат его прям перед тем, как поднять, короче говоря, ждем, завтра с 8 до 4, у меня еще зубной к 11 часам, я надеюсь, в этот период они не будут звонить, короче, хочу скорее ковролинчику, ох, мои хорошие, всем доброго дня, слушайте, на улице реально уже мороз, вот реально мороз прям, я надела уже с начесом костюм, ну, жилетку еще надела, ну, не стала теплая что-то сверху одевать, но я вам скажу, что подзамерзла я чуть-чуть, уже и шапку надо, и все, вот резко просто, поэтому, какая жилетка уже, жилетка не актуальна, два дня прошло, жилетка уже не актуальна, все, короче, сейчас чуть-чуть надо прибрать, мне надо детскую комнату прибрать, ждем ковролин сегодня, ну, что, мои девчули, ковролинчик привезли, смотрите, какой он длинный, просто невозможно, сейчас я вам покажу детскую, какая она сейчас, и как она преобразится, с этим ковролином, единственное, я думаю, переживаю, невысокий ли ворс взяли мы, ну, вроде я специально просила, ну, как бы невысокий ворс, но они все какие-то пушистые, но мне кажется, так классно будет, потому что мне захочется везде, и в спальне тоже, короче, в общем, сегодня будем делать, так, ну что, сейчас в комнате у нас выглядит вот так, вот, торчит что-то такое, вот, ну, то есть, обращаем внимание на полы, да, линолеум, и вот эти два коврика, вот этот коврик я постелила вот сюда, вот, вот этот батут, потому что обратная сторона, желтая, оставила на линолеуме след, полоска, некрасивая, поэтому я решила подстелить, вот, а эти коврики, если что, потом на балкон пойдут, там может быть, ну, короче, я от них еще избавляться не собираюсь, их, кстати, подрали коты, точнее, бантик подрал, Милка у меня не драла их никогда, в общем, ох, цель на кусок, 4 на 4 метра, вот там вот у меня получается, 4 метра, да, вот там вот, 4 метра, так его положим, и, короче, я не знаю, нужно будет вот это все вытаскивать отсюда, здесь прорези делать, вот это, вот это все вытаскивать будем, вот, кровать единственная, она, по-моему, в проем не влезет, надо будет под нее как-то либо двигать, либо подстилать, в общем, я этот процесс снимать не буду, вы просто увидите итог, так что, вот, смотрите сейчас, свет включу, мгновение руки, и, ну что, готовы? тарададам, смотрите, как преобразилась комната, вообще, просто, просто, ну что, солнышко, подарки будем разбирать? да, ну давай, ух ты, батарейка села, девочки, на телефон снимаю теперь, так что это, остальные игрушки попозже, зарядится батарейка, остальные игрушки, что-то интересное, да, смотри, оно все на магнитиках, вот это класс, смотри, бумажечки убираем, и все, и магнит тебе на здоровье, как клево, короче, мы сделали вот такие, смотрите, фигурки, треугольничек, квадратик, в общем, играемся, классная штучка, спасибо тому, кто подарил, доброе утро, мои хорошие, день следующий, батарейка вчера села, и, получается, я одну игрушку Дэнни распаковала, и он с ней играл весь вечер, даже не захотел ее складывать в коробочку, положил в изголовье, и заснул, короче, магнитные вот эти вот штучки понравились ему, я не стала распаковывать другие подарки, вчера я уже уложила его спать, он что-то долго засыпал, не пойму, может быть, потому что без двери, мы дверь сейчас сняли с детской, надо ее подрезать внизу, потому что дверь не закрывается, вот, и сегодня мы это будем делать, уже поедем в Леруа, возьмем там все, и насчет балкона, кстати, идея появилась, возможно, тоже сами будем делать, вот, и подарки, короче, стоят, не распакованные, так что в следующем влоге, я думаю, что мы уже распакуем остальные подарки, я просто хочу, чтобы Дэнни присутствовал, без него не распаковывать, ничего, так что вот, видите, как хорошо, когда много подарков, растягивается, весь месяц будет у него в подарках, вот, сейчас мне надо монтировать для вас это видео, я думаю, уже здесь достаточно много событий произошло, ну и увидимся в следующем, я вас люблю, целую, всем пока-пока, жду комментарии, лайки, подписки, субтитры сделал DimaTorzok